Бизнес-ланч Где находится ваше ранчо Где оно расположено Как до вас добраться Ну и потом уже перейдем к тому Что предлагаете своим гостям Мы находимся в Сташовском районе Деревня Федосина Называемся мы КСК-ранчо Добраться до нас Лучше всего, конечно, на машине Но общественным транспортом тоже можно Тоже возможно Да Если с Москвы ехать То можно сначала доехать до города Волоколамск на автобусе Он ездит с метро Тушинска Либо можно на электричке Также до вокзала добраться И, соответственно, потом У нас до ранчо Идет автобус номер 22 Прямо до остановки Расскажите тогда Историю появления ранчо Как давно оно было создано С чего вся эта история вообще начиналась Ранчо совсем молодое Буквально два года назад Оно было создано Наша хозяйка Она приобрела землю Точнее, это даже был подарок ее мужа Хороший подарок Да Вот И с тех пор Как бы мы начинаем развиваться С каждым годом у нас все больше и больше Нового Новых лошадей Но все с любви к лошадям, наверное Да, все началось С любви к лошадям А большая территория? Ну, достаточно большая Сколько лошадей было сначала? Вот два года назад Значит, появился такой подарок Земля в Волоколамском городском округе Лошади уже были на тот момент? Или, собственно, вот Да, там были лошади Но не все остались Вот Сейчас у нас восемь лошадей Даже уже больше У нас два жеребенка в этом году появилось Уже десять Да Жеребята подрастут Да, да, да Вот Причем мы приобрели У нас очень хотели Наши гости Чтобы у нас появилась пони Потому что приезжают И хотят обучаться с детьми Вот у нас в этом году Ну, конечно, не совсем пони Но порода араба пони И как бы деткам очень нравится Уже обучаем как бы деток Не с восьми, с десяти лет А уже с четырёх Итак, восемь лошадей Соответственно Что ещё? Какие ещё услуги доступны гостям? Вот как можно Полноценно можно провести? Там выходные Или в отпуск приехать? Да, конечно У нас на ранчо Вообще очень много услуг Начиная, что можно остаться на ночь Это гостиница у нас есть Затем Для тех, кто не любит кататься на лошадях Не обязательно, да Приезжать кататься на лошадях У нас есть пруд С завозной рыбой И можно порыбачить Рыбу таскают только так Даже нет времени там посидеть, отдохнуть Закинул удочку и уже всё Какая рыба? Карп, форель и карась В общем, прекрасно на любой вкус Так, рыбаков тоже приглашаем Да, рыбаков приглашаем Также на территории есть коттедж с баней Это отдельно от гостиницы? Да, она стоит отдельно от гостиницы Можно снять на сутки Получается, там внутри мини-кухня Сама баня Бильярд, спальня Вот, то есть Ну, можно вот так вот даже там На Новый год Ну, кто любит арендовать там компании Или дни рождения Мальчишники, девичники, свадьба Пожалуйста Сколько вмещает? Какая вместимость? Вообще, как бы стол там рассчитан на 8 человек Но, в принципе, как бы при желании Да, можно и больше 10 А гостиница, на сколько номеров? Вообще, какая вместимость самого? В гостинице у нас 6 номеров И получается Ну, даже если можно и побольше 2 одноместных номера Все остальные двухместные Вот, при желании можно поставить раскладушки У нас это все имеется До места можно организовать Минимальная стоимость одноместного Полторы тысячи рублей Вот, и до двух с половиной Но это вот один единственный номер У нас две с половиной стоят Потому что он больше Объемом У него квадратных метров больше Ну, тогда уже, если о ценах заговорили, Дарья Давайте про остальные услуги И тоже Чтобы ориентировались наши слушатели Да, да У нас получается Ну, по гостинице все понятно До двух с половиной тысяч рублей номер стоит Соответственно, на первом этаже Наши гостиницы есть кафе То есть можно приехать как бы без еды Можно со своим, да, также приехать Пожарить шашлыки свои Есть мангальные площадки Да, есть мангал стоит, да Есть и беседка у нас на территории И лавочки как бы, ну, для полного отдыха Есть как бы, в принципе, все И получается в кафе у нас цены тоже приемлемые Там средняя цена Ну, в принципе, наверное, так же, как и во всех кафе Средний чек там тысяча-полторы То есть так получается Вот Есть и завтраки, и обеды тоже До 500 рублей То есть можно там покушать Это то, что касается кафе В кафе у нас и все мероприятия можно проводить Вот у нас очень любят юбилеи отмечать Дни рождения Также, как уже говорили, рыбалка Вход на пруд 500 рублей То есть не обязательно останавливаться в гостинице Можно просто приехать, заплатить за рыбалку И провести время в течение дня Или Да Можно просто приехать, провести день и поехать домой Да Можно Если не хочется ехать домой, то можно остаться На вот эти вот 500 рублей на рыбалке Там есть ли перевес какой-то или Нет, 500 рублей это вход Ага, так Вот А дальше уже цена идет Вот сколько вы поймали рыбы От улова Да Вот Ну, там тоже Приблизительно средний чек получается там Ну, на тысячу-тысячу двести Где-то вот так вот, да Со всем уловом Также С рыбой вот хотела уточнить Есть какие-то варианты Приготовить ее на месте Или, может быть, такие услуги Да, конечно Да, наш повар Вашу рыбку, если вы прямо захотели Вы поймали форель Да Она ее сразу вам почистит Приготовит И вы сразу можете ее покушать Так Какие, что еще предлагаете? Про баню сказали Про баню сказали Баню в коттедже В дальшем, прямо в Подмосковье Очень много народу И позаниматься такой вот площадью Чтобы прямо от души, так сказать Чтобы никто не мешался под ногами Нету возможности А у нас наоборот Как бы В основном Выпускаем по две лошади На плац И поэтому Возможность поездить Попрыгать Очень здорово Ну, очень здорово получается У нас профессиональный тренер Он всегда следит за занятиями Всегда скажет Как, правильно, что Приехать к нам могут любого уровня То есть это не обязательно спортсмены Не обязательно, да Спортсмены Можно и просто покататься Просто поездить Тренер также подскажет Ну, как правильно все У нас инструктаж первоначальный Он обязательно всегда есть Также у нас Помимо по плацу занятий Да, разовых Можно лесные прогулки Но так как у нас, конечно Леса там не очень много Он в основном болотистый И поля Как бы у нас она такая Коротенькая лесная прогулка 30 минут длится А для более опытных уже всадников Мы вывозим в поля Там они и голопым И рысью В общем, очень здорово Эмоций потом куча То есть так вот Ну, конечно, если человек неопытный Он может взять несколько уроков Сначала, да Чтобы хорошо держаться в седле А потом уже Когда тренер поймет, что да Человек готов Он выпускает в поля Потому что такую ответственность Мы, конечно, не берем на себя Чтобы неопытного человека Там и помчался Нет, конечно Все по технике безопасности Дарья, ну я так понимаю Что есть и разовые Вот как вы уже сказали На плацу, да, занятия Да, разовые Система абонементов Она присутствует? Да, система абонементов У нас можно приобрести абонемент Получается По стоимости тоже соориентируете? Ну, 10 занятий Получается 9 тысяч рублей Я напоминаю Это программа Бизнес-ланч на Радио 1 И сегодня в ней принимает участие Представитель конно-спортивного клуба Ранчо Волоколамского городского округа Дарья Горохова Бизнес-ланч Дарья, а вот эти вот прогулки в лес Получасовые прогулки в поля На лошадях по стоимости тоже? Разовые занятия стоят тысячу рублей Длится оно один час В поля выезжают Там обычно получается по-разному по времени Но в принципе мы ориентируем Где-то полтора часа Это как бы стандарт идет Вот, стоит полторы тысячи рублей Это в поля И, соответственно, в лес 30 минут Это тысяча рублей Ну, то есть в среднем провести день на ранчо Вот без гостиницы, да Там у нас обычно приезжают семьи Вот у нас папа, он не любит ездить на лошадях А мы вот с мамой очень хотим Вот чем мы ему там заняться На пруд? Да Единственное, что, конечно, свою нужную удочку Мы не предоставляем снасти и удочки Да, поэтому мы всегда предупреждаем с наших гостей Что если вы хотите порыбачить Приезжайте со своими снастями И мы всегда предлагаем то, что там папа пускай посидит Может заказать там в кафе, да Покушать, порыбачить А вы пока отдохнете, да, соответственно И всегда очень, так как мы еще молодые У нас очень мало о нас кто знает И получается, что когда люди приезжают Они такие, вот везде столько, много народу А у вас прям так тихо, так спокойно, так здорово Причем очень большой плюс У нас есть зона вечерняя Возле костра у нас специальная зона сделана Она обложена камнями Вокруг стоят лавочки И мы по вечерам зажигаем костер И очень гостям нашим нравится Вечером с кружечкой горячего чая Посидеть у костра Для детей какие-то еще дополнительные активности Они есть? Или может быть что-то планируется? Планируется, конечно, в дальнейшем Не в этом году, скорее всего В следующем у нас будет Встанет детская площадка Также о новшествах, если мы уже начали говорить У нас строятся домики То есть у нас будет не только гостиница У нас уже скоро встанут 4 дома И одна еще баня Только она уже будет, ну не в коттедже, а дровяная Отдельно стоящая Да, чисто бани и домики Ну а гостиницу мы, скорее всего, будем переделывать немножечко Потому что она осталась после прежних сотрудников Которые, ну не сотрудников, как это Хозяев? Да, да Земля приобреталась вместе уже со старым зданием Да, да, старым зданием Поэтому мы сейчас хотим построить новые дома Чтобы нашим гостям было больше, ну более удобно отдыхать Сколько домиков запланировано? Четыре домика и одна баня Соответственно, еще у нас встанет Крытый манеж? Вот, купол Встанет для лошадей купол Чтобы можно было зимой заниматься Не расчищая площадку И еще, да, у нас станет большой шатер Для крупных мероприятий То есть, чтобы можно было такие свадьбы крупные Там проводить на 60 человек, соответственно, и больше Дарья, вот ранчо достаточно молодое Да, и вы уже отметили, что когда люди приезжают Говорят, ох, как у вас тихо, спокойно, хорошо, народу мало Как себя рекламируете? Как рассказываете о себе? Как вот эта вот работа, она начиналась? И вообще, как с конкуренцией в этом бизнесе обстоят дела? И в частности, вот не только в Московской области, но и в Волоколамском городском округе Ну, вообще сейчас конов-клубов очень много И в Подмосковье в том числе И даже если смотреть ближе к Волоколамску, тоже Но наше более главное преимущество То, что мы находимся в отдаленном месте И это больше для людей, которые действительно хотят уединиться с природой Которые вот устали от этих городских шумов И вообще просто хотят отдохнуть в тишине, на свежем воздухе Потому что у нас экологически чистый район Вот, и поэтому в этом наша изюминка и заключается А то, что касается рекламы Как бы местными, ВКонтакте, да, соответственно В социальных сетях, да? Сарафанное радио, наверное, работает Да, Сарафанное радио, конечно, работает Основные гости откуда приезжают? Вообще, из Москвы А так, кто занимается, кто знает Из ближайшего, вот, Асташово, Волоколамск Это вот, ну, постояльцы, которые там на занятия конкретно ходят Ну, то есть есть уже те, кто прям вот на тренировке целенаправленно Абонементы, да, и уже являются постоянными участниками А как вообще вот это вот лето по загрузке? По загрузке, ну, то, что касается лошадей У нас выходные, они, конечно, прямо забиты То, что касается гостиницы Ну, по праздникам как бы больше забито Сейчас, посередине недели, в принципе, можно забронировать То есть есть еще доступные Да, да, то есть я прямо так и пишу Там в социальных сетях, то, что еще есть там свободные номера Можете забронировать и И выходные лошади тоже, да, можно, в принципе, заранее Особо Ну, желательно, конечно, все это заранее И заранее уведомлять бывает Потому что такие случаи, когда люди бронируют и не приезжают Да, а лошади стоят уже готовые И очень это неудобно, потому что лошадь же тоже нужно заранее готовить Конечно И седлать, и все, и почистить, в конце концов Экипировка для всадников Нужно иметь свою? Шлем? Нет, шлем у нас есть Мы предоставляем, да Обувь, соответственно Нет, обувь нет, только шлемы Нет, обувь своя должна быть, да? Да, конечно Ну, в основном, если там ты один раз приехал покататься То прям уж не нужно покупать Специализирование Да, себе целый набор лосин, длинных сапогов и так далее Подойдут, в принципе, лосиные кроссовки обычные Вот Ну, особо так Мы не требуем, чтобы у нас какой-то вид был Прямо спортивный, обязательный Как удобно, чтобы был главный человек Чтобы было удобно Дарья, какие-то программы вот такие вот Для привлечения гостей Не только в выходные, но и в будние дни Может быть, какие-то праздники К датам, к определенным мероприятиям Может быть, есть какое-то взаимодействие С муниципальными властями Такая работа какая-то ведется? Да Нас очень часто вызывают на общественные праздники Вот в ближайшем Асташово Наши лошадки приезжают Катают людей С нами Управление Власташово договаривается И выезжаем такие вот Зимой у нас Мы на санях Деда Морозова возили Было очень тоже Детям понравилось А вот как происходит взаимодействие тех, кто приезжает покататься на лошадях Они уже получают готовую лошадь в седле со всеми делами Или же есть возможность подготовить ее для своей прогулки После ее, соответственно, освободить от всего, почистить Как здесь? Вообще они получают уже готовую лошадь Соответственно Но если человек, да У нас были такие вот случаи, когда говорят Я вот хочу научиться ухаживать за лошадью Как это все ее одевать Все седлать Без проблем Мы приглашаем Да, можно приехать То есть мы наоборот даже рады У нас даже есть Вот как-то раз я говорила Вот дети пришли Хотят покататься на лошадях местные С деревни Болочево Они пришли, детки Мы хотим там покататься А начальница говорит такая Без проблем Вот конюшню можно почистить Ну да, правильно Это полезно очень Да, то есть если прям нету денег Но очень хочется Смотрите, Дарья, сейчас вынет поток Можно помочь Вычистят всю конюшню Да, да, можно помочь Кстати, даже навоз там мы тоже продаем Да Так Это дополнительный такой Да, да Ну от лошадей-то остается У нас некоторые, да, дачники приезжают Ходят по полю, собирают прям свеженькие И вот о планах Вы уже рассказали Вообще Когда наибольшая загрузка И как вот эта вот работа тоже Конечно, летом Ну и больше загрузка летом Да, потому что зимой практически тишина Зимой как-то не так хотят Хотя у нас всё отапливается У нас и деники мы предоставляем То есть для тех, кто хочет лошадку к нам поставить А, в аренду можно Да, в аренду можно Причём у нас деники Они отапливаемые То есть у нас вся конюшня отапливаемая Зимой лошадки у нас не мёрзнут Вот И гостиница тоже, соответственно У нас есть уютный каминный уголок Где возле камина можно посидеть, погреться Не знаю, почему Как бы зимой меньше люди всё равно приезжают И несколько слов о тех людях, кто работает на ранчо О коллективе расскажите Как много человек, кто эти люди Ну, у нас небольшой на самом деле коллектив Ну, коних, тренер, администратор, повар Ну и по месту, кто убирает территорию Менеджер, руководитель наш Есть такая небольшая дружная семья Да, да Давайте ещё раз напомним, где вы находитесь Как к вам добраться И пригласим наших радиослушателей Не только летом приезжать, покататься на лошадях Порыбачить, провести время у камина Но и всё-таки зимой это тоже здорово Итак, мы находимся в городском округе Волоколамска Осташовский район, деревня Федосина И добраться можно как на автомобиле, парковочные места? Да, у нас возле гостиницы парковка Можно добраться на автомобиле Либо общественным транспортом Ну, общественным транспортом, в принципе, от Москвы Ну, это займёт часа два точно Ну, понятно, что Волоколамске он такой Да, до Волоколамска час Если вот от МКАДа От МКАДа получается у нас 130 километров 130 километров Это на автомобиле Да До Ранчо Да Ну что ж, мы всех приглашаем на Ранчо под Волоколамск Покататься на лошадях, порыбачить Да и просто провести время на свежем воздухе В экологическом чистом районе Подмосковья Всех с радостью будем ждать Спасибо, Дарья Сегодня в программе «Бизнес-ланч» на Радио 1 Принимала участие представитель КСК «Ранчо» Волоколамского городского округа Дарья Горохова Бизнес-ланч